Братья-месяцы Говорили, пришел Федул, тепло надул, окна отворил, избу без дров натопил. Хотя всякое, конечно, случиться могло. Бывало, что, заплутав где-то по дороге, опаздывал южный ветер на свидание с апрелем, и тогда обижался Федул, зябко кутаясь в длиннополый кафтан. А старики сокрушенно разводили руками, вздыхая, Федул губы надул. Впрочем, может быть, он не на ветер рассердился, а на людей, которые раньше времени окна открыли, впустив в дом, обманчивая тепло других апрельских дней, чего, согласно обычаю, делать, конечно, нельзя было. Раньше Федула окна настиж, весеннему теплу дорогу застиж. Хотя добряк Федул редко обижался, стараясь почаще веселить да радовать. Ведь ему куда приятнее было, когда о нем люди с любовью и теплом вспоминали. А чего грустить, если с Федулого дня даже сверчок под шестком песня поет, а бабе стряпать веселее. Да и на пригорках, обласканных солнцем, уже кружатся в разноцветном весеннем хороводе первые жучки, бабочки, желтые крушиницы, белые капустницы и оранжевые божьи коровки. Помните, как настойчиво просили мы в детстве этого маленького веселого с яркими черными пятнышками жучка? Божья коровка, улети на небо, принеси мне хлеба, черного и белого, только не горелого. Кстати, коровкой он был только на Руси. Англичане называли его жуком-богоматери, французы – божьей скотинкой, а немцы – овечкой бога. Но, как видите, все признавали за ним божественное происхождение, и все, как один, просили его принести с небес хлебушка, причем, по возможности, без изъянов. Впрочем, на бога надейся, а сам не плашай, поэтому о хлебе насущном людям приходится самим заботиться, и не только о том, как его вырастить, но и сохранить. До Федула дул северяк, холодный ветер, а с Федула теплынью подуло. К этому дню сверчок цок-цок с огорода на шесток. С первым весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. Птицы начинают вить гнезда. У лосей растел. А в народе говорят, на Федула пораньше вставай, да оконницу растворяй. Именно к Федулу предназначено оконницу убирать, наличниками да ставеньками изукрашивать. В старину верили, что окно связывает человека с богом, небесными светилами, стихиями и миром духов. Поэтому, чтобы через окно в дом не проникла нечистая сила, в рамы втыкали сломанные иглы или чертили на них милом или углем кресты. Окна связывались и с миром предков. В момент смерти человека или во время поминок за окно вывешивалось полотенце, чтобы душа ушедшего родственника могла по нему добраться к поминальному столу. На окно обычно ставили плошку с водой, чтобы душа могла омыться перед тем, как улететь из дома. На фидула-ветренника девушки старались окна в доме так чисто вымыть, так протереть, чтобы кто не прошел, залюбовался. Теплого ветра и хорошего настроения вам, славяне! Братья-месяцы Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...